Детский смех здесь не смолкает ни на минуту. Площадку облюбовали с первого дня ее открытия. В станице Крыловская Ленинградского района новая зона отдыха появилась осенью прошлого года. Преобразился и пешеходный мост через реку Челбас, который соединяет два берега станицы. Ощущение, что это не Крыловка. Это что-то город даже, можно сказать, переполняло чувство восхищения. И ты сколько раз за день проходишь и наслаждаешься. Ты все равно смотришь, наблюдаешь за всем. Красота неописуемая. Стало любимым местом для крыловчан. Особенно радуются дети. Вот эта площадка детская, она востребована с утра до вечера. Я здесь недалеко живу и иногда два раза в день прохожу по этой набережной. Проходить по этой набережной одно удовольствие. Набережную реконструировали благодаря программе «Инициативное бюджетирование». Городские и сельские поселения отправляют заявку на благоустройство парка или сквера. Проходят отбор и получают дотацию. Так поступил и местный актив станицы. Общественники подготовили проект реконструкции моста и двух берегов, после чего получили одобрение на краевом уровне. С результатами работы программы знакомится губернатор. Эта набережная стала визитной карточкой нашей станицы. Мы даже не мечтали, что может такой размах получиться. Все довольны. Люди поверили в эту программу. Поверили настолько, что теперь у нас подготовлено два проекта и мы надеемся на новые победы. Спасибо вам и руководителям поселений. Обычно я всегда про тосовцев говорю. Конечно, и жителям спасибо за неугомонность. За неугомонность только потому, что не было бы вот этой активности, неугомонности, ничего бы не было. Поэтому и есть народное бюджетирование, чтобы от народа инициатива шла. Народу виднее. Что ему нужно в первую очередь, во вторую? А что в третью? А что может подождать? Это как дома в семье. Знаете, есть то, что надо сейчас, а то, что надо чуть-чуть попозже. Вот здесь вы выбрали место притяжения, общения, дружбы, радости. Поверьте, вот это важно для людей. Конечно, душа радуется. И сердце радуется, и люди радуются. Я еще хочу сказать спасибо людям, людям, тем, кто живет на Кубани. Всего губернатору представили четыре проекта победителей конкурса «Инициатив». Так в станице Голубицкой сделали беговую дорожку вокруг стадиона. В хуторе Миклита оборудовали скейт-площадку, а в поселке Дружный благоустроили парк. И все это благодаря активности и неравнодушию жителей региона. Освоили 7 миллионов рублей на площади 4000 квадратных метров благоустроили парк. Парк полностью насыщен всем необходимым оборудованием, даже ростовыми фигурами, озеленением. Вокруг парка расположен храм Серафима Саровского, дом культуры, школа, детский сад, администрация, обновациональная спортивная площадка. Все вокруг озелено, все вокруг ухожено. Жители довольны. Парк не уступает городскому. Вот сейчас я что вижу? Не уступает. Я понимаю, жители у нас много сельских поселений, которые тоже хотят, чтобы у них вот такие же парки появились. И я полностью на стороне жителей. Полностью. Потому что я тоже хочу, чтобы в каждом сельском поселении на Кубани были такие парки. Вот это стратегическая задача. А вы молодцы. Но парк, я смотрю, и активность там, и детки, и площадочки. Потому что парк – это место притяжения, как правило, семей. Когда там мамы с папами, с детками приходят, вот пары гуляют. Вот это и есть комфортная жизнь на селе. Вот мы вместе должны сделать все, чтобы в каждом населенном пункте, еще раз подчеркиваю, в каждом сельском поселении было вот такое место притяжения. Донести просьбу людей, живущих в глубинках края, помогают главы сельских поселений. Они – первое звено в цепочке общения населения и властей. Всегда в курсе событий, знают о проблемах каждого и первыми ищут их решения. Вениамин Кондратьев отмечает, региональные программы, которые дарят возможности для процветания края, просто обязаны продолжаться. Финансирование уже запланировано на ближайшие пять лет. Важно сохранить эту программу не просто формально, а финансово наполненной, инициативного бюджетирования, народного бюджетирования. Сохранить ее. На этот год 300 миллионов, а на ближайшие пять лет полтора миллиарда мы заложили. Полтора миллиарда – это пока. А если будет еще больше возможностей, бюджетная возможность, краевого бюджета, еще увеличим. Вот это и есть та стабильность, о которой мы говорим. Хозяин хочет, чтобы и качественно, и в срок, да еще и на века. А кто хозяин? Глава поселения. И я хочу, чтобы вы активно, еще активнее принимали участие в жизни поселений, в жизни района. Потому что вы напрямую держите ответ перед жителями, напрямую. Не через телевизор, не через какие-то там совещания. Ну, я вас понимаю еще раз в том, чтобы не словами, а на слова отвечать. Деньги нужны. Деньги нужны. И вот, не важно, чтобы программа эта работала. Еще раз подчеркиваю, потому что это ваш реальный инструмент. Без привлечения можно сказать, что местное самоуправление – это опора государства и гражданского общества. Представители местного самоуправления на Кубани – это большая, эффективная команда управленцев. Это главы и работники местных администраций, муниципальные депутаты, органы территориального общественного самоуправления, активные общественники, активисты. Именно вы максимально приближены к людям. Главы сельских поселений, тосовцы и общественники принимают поздравления от губернатора края, председателя законодательного собрания региона. День местного самоуправления – праздник относительно молодой. В календаре он появился 10 лет назад. Однако в зале немало тех, кто работает на местах. И все это время остается небезразличным к чужим проблемам и понимает тревоги своих земляков. В этом году 10 лет органам местного самоуправления. 10 лет. Давайте по-честному. Многие из вас работают в органах местного самоуправления и не 10 лет, и даже не 15. И важно, важно, что те, кто там работает продолжительное время, до сих пор пользуются доверием людей. Вот что важно. Вы каждый день свой каждый день посвящаете людям и даете им уверенность. Жителям поселения в завершнем дне уверенность даете, потому что такие вы. Потому что вы сами верите. То, что все будет хорошо, что все получится. Вы все профессиональные, вы неугомонные, вы очень такие целеустремленные. И это самое главное, что вы такие есть у Кубани, у жителей, что вы возглавляете поселение. Именно вы, и вы добиваетесь результата. Вам слова благодарности. Вот за этот, поверьте, труд, но очень результативный и очень нужный на земле. Там, где живут люди. Я всех вас хочу поздравить с праздником. Здесь не в 10 годах праздника в том, что такие люди, как вы, на земле Кубанской, на земле нашего Краснодарского края есть. Спасибо. Всего в регионе работают более 25 тысяч глав сельских поселений, депутатов и тусовцев. К ним жители станицы поселения обращаются по самым разным вопросам. От уборки мусора до строительства школ. Сельский глава, наверное, помощник для жителей, для того, чтобы решать их задачи, насущные проблемы, вникать в их проблемы, сочувствовать, сопереживать и исполнять их наказы. Главы на местах – самая близкая власть. Живут рядом, всегда на связи, выслушивают и помогают по-хозяйски и просто по-человечески. Главное обращает внимание Вениамин Кондратьев не потерять нить доверия и оправдать ожидания своих людей. Чтобы люди верили, чтобы люди доверяли, нужно самому и быть человеком, и оставаться человеком, невзирая на какую социальную высоту ты не поднялся. Вот это самое главное. Чувствовать людей, понимать людей, быть небезразличным и неравнодушным к людям. И это уже надежда. Надежда для людей, что все равно что-то поменяется. Даже если какая-то полоса в их жизни темная, она станет светлой. И самое страшное – забрать у людей надежду, а на Кубани веру. Поэтому мы должны сделать все, чтобы надежда, вера, любовь в нашем с вами крае была всегда, жила всегда. Это нужно, необходимо и в условиях тех вызовов, которые сегодня есть. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко наградили победителей краевого смотра конкурса на звание лучшего поселения. Награды получили свыше 30 сельских территорий. Самым малым из них, где живет меньше 2000 человек, денежный приз дает хорошее подспорье. Средства, которые для крупного города, как капля в море, село открывают возможности для решения застарелых проблем. Спасибо. 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 Спасибо.